Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня. Я прочитаю от Матфея 18 главу, 6 по 11 стих. А кто соблазнит одного из малых сей, верующих в меня, тому лучше было бы, если повесили ему мельничный жернов на шею, потопили бы его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надо бы прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя и нога твоя соблазняет тебя, отсеки их, брось их от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть веженым в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, брось его от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть веженым в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сей, ибо говорю вам, что ангел их на небесах всегда видит лице Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Да, вот такое сильное слово, немножко резкое слово. Ну, как это так, как обрубить себе что-то? Или, да, мельничный жернов на шее быть утопленным? И так дальше. Вот такие вот вещи. Гиена огненная. Все это здесь написано. Но, я думаю, мы должны понимать духовно. Речь идет о том, есть вещи в нашей жизни, которые должны быть устранены. Есть вещи, которые должны быть отсечены безжалостно убрать из своей жизни. И это так важно, чтобы мы здесь действительно помогали и тем людям, которые крепко стоят слабеньким, маленьким. Вот они пришли, у него была, так кстати, наркотическая зависимость, еще какая-то химическая зависимость, алкогольная. И вот он страдает, он покаялся, от всего сердца служит Богу, и вот проходит какое-то время, и смотришь он назад. И опять помогли ему, и он опять назад. И вот недавно я был у такого человека, мы молились, я видел, как важно, чтобы поддерживать их в этом. Но дело в том, что только он, только его решение, крепкое решение, вот такое решение на уровне вот этого здесь отсечь, убрать. Да, это больно, да, это тяжело, но именно так твое решение. И все люди, которые когда-то бросили или смогли встать на ноги после вот сильной такой зависимости, они рассказывают. Был момент, когда они приняли еще раз решение, решение, которое было их решение, крепкое. И вот я вспоминаю всегда этот рассказ Льва Николаевича Толстого. Отец Сергий, этот рассказ, наверное, кто его раз прочитал, он его никогда не забудет. Вот этот отец Сергий, когда-то он был таким видным, так сказать, человеком, офицером, любимым в обществе, всем он нравился, у него он жил, как в мире, все люди жили во грехах, во всем, как тогда жили люди. И он когда-то, так сказать, сказал, я буду служить Богу. И вот когда он решился служить Богу, пошел в монастырь, куда он пошел, но потом он оказался в келье в лесу. И вот зима, он в лесу, в этой келье, и проезжают, так сказать, люди, так сказать, веселятся, выпили им там хорошо. И вот одна из женщин такая, в общем-то, я думаю, у нее был замечательный, так сказать, парфюм. И вот она, так сказать, духи, то есть, и она пошла к нему, вот она его соблазнит, и заходит к нему в эту келью, да, со всеми ароматами, которые здесь. И он стоит здесь, в этой своей одежде. И он, так сказать, естественно, ему тяжело. И он, так сказать, он подходит к черваку, кладет свою руку, и топором отсекается мизинец. Да, она испугалась кровь, и все. Она, так сказать, потом ушла. Был вопрос таким образом, как-то оно исчерпан. Но интересно, вот он так поступил, по-другому он не смог устоять. Он выбрал такой путь. Когда-то еще в молодости я написал вот такой стих. Порою, как хирург над телом, стоишь над собственной душой. Но скальпель взять, разрезать смело, и вырвать черва с ним и гной, не каждый может. Силу воли не нарисуешь, не займешь. Так пожужжишь лишь над собой, чуть окнешь, и вперед пойдешь. Но тот, кто может беспощадно из сердца червь любой изъять, не только видеть, что неладно, а без оглядки умешлять. Кто взял себя за счет, за пункт отчета, не ждет подмоги от других, тот, может быть, достигнет взлета, и в дружбе будет счастлив в миг. Да, именно с Богом, если он сможет вот силу иметь, вырвать этот человек, вырвать то, что, так сказать, тебе постоянно где-то не дает покоя. Для этого нужно решение. Нужно решение только твое. Да, люди могут помочь. Молитва, она передвигает горы, она помогает. Но во всех этих вопросах очень важно твердое решение. Решение соглашаться. Я знаю, когда люди поступают на реабилитацию, они со многим должны расстаться. Они откладывают свой мобильный телефон, они отрываются от всего того мира, который их держал, от всех звонков, которые их могут опять, так сказать, сбить с пути. Они входят в молитвенную жизнь, они видят людей, которые уже прошли этот путь, как они стоят. Им в какой-то степени легче, потому что они попадают вот в такие вот реабилитации. Но есть люди, у которых нет возможности попасть в такую реабилитацию. И в таком случае остается одно. Молиться Богу и принять твердое решение. Отсечь то, что, так сказать, тебе мешает. Да, это больно. Да, это жестко. Но другого пути просто нет. И Бог тебе поможет. И обычно из этих людей становятся такие верные служители, сильные служители, которые помогают другим потом становиться на ноги, которые были в еще худших условиях, чем они. И поэтому стоит трудиться. Стоит вот это слово принять как слово от Бога. И то, что тебя мешает отсечь и больше не прикасаться к тому, что тебе твою жизнь испортило. Пусть Господь нам поможет в этом и даст мудрость. И молитесь за таких. Не соблазните. Не смотрите свысока на них, а просто помогайте. И Господь поможет им и вам. Слава Богу за это слово. Слава Богу за это слово.